В Краскове продолжаются подготовительные работы к отопительному сезону. До 15 сентября тепловое хозяйство поселка на 100% будет готово к зиме. Также коммунальщики уже подготовили водопроводно-канализационную систему на 98%. Всего в Краскове 9 котельных, которые на 95% отапливают весь жилищный фонд на территории поселения, включая также Марусина и Коренёва. Сейчас мы с вами находимся на третьей котельной, где сегодня была пробная опрессовка, система отопления. В общем и целом опрессовано, как я уже сказал, 92% теплового хозяйства, это порядка 17 километров сетей. По словам Попилова, к отопительному сезону власти и коммунальщики затратили порядка 40 миллионов рублей. Денежные средства распределились на канализационное, тепловое и электрическое хозяйство. С учётом этого управления у нас находится ещё и жилищный фонд, это 193 дома, по которым также ведётся работа по подготовке к отопительному сезону. Это проверка закрытия теплового контура, это опрессовка системы центрального отопления, комплексная проверка инженерных систем в доме. Красковская котельная номер 3, которую посетила наша съёмочная группа, сезонная. Коммунальщики за период межсезонья полностью подготавливают её к зиме. В принципе, её можно хоть сейчас запустить и давать тепло уже на жилищный фонд. Она отапливает посёлок СЗ, это порядка 22 домов. Котельная не новая, но она поддерживается в хорошем и справном состоянии. Королёв уточнил, что на всех котельных Краскова работают профессиональные работники, которые не раз награждались премиями губернатора Подмосковья и главы городского округа Люберцы. Согласно графику, тепло в дома жителей поступит 1 октября без задержек. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.